Музыка Когда глава же говорят, какие-то теплые воспоминания идут, да? Таких хлебов у нас, вы знаете, что много. Мышления национальные, народные, она такого, что она не может быть однобоком, не придумывает что-то одно. В этом стиле должно быть много, да? Например, тонкие хлеба. У нас есть шатырь, Сан-Диа тоже говорим, то, что на камнях готовят мелких. То же самое, правда, его специальный сорта пшеницы, сарабуда. Второе, вот у нас есть юха. Есть лаваш. Музыка Если мы говорим, что лаваш принадлежит какому-то народу, это принадлежит общей тюркской группе. Если посмотреть Лугатит-Тюрк, там название тонких хлебов, чеврек, например, и другие виды хлеба. Дальше Кутангобилик используется название лаваш. В XII век Низамин Гянджави пишет о белом лаваше, чистой муке, да, белый лаваш. И дальше по всей истории это идут разных книгах. Чтобы была лаваш, должна быть мука. А вы посмотрите, кто производил муку. И вообще пшеницу кто выращивал в этой территории Кавказа. Все исследователи, все доказательные, мы можем по одному это сказать. Они все пишут, что пшеницу выращивали азербайджанцы. Это самые производители народа Кавказия. И вообще продукты питания. ЮНЕСКО Вот то, что мы вместе обратились. Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Иран. Большая часть Ирана тоже, азербайджанские, Турки. Это уже доказало, приняло как общий тюркский хлеб. ЮНЕСКО в прошлом году, один день ЮНЕСКО, армянские специалисты толкнули. ЮНЕСКО, лаваш был один день армянским хлебом. Другой день уже это убрали и написали, что это хлеб, который, формулировка такая, тоже готовится в Армении. Это то же самое, что у нас готовится борщ, но это же борщ не азербайджанские блюда. Давайте, ребята, жить дружно. Давайте обсуждать, а не спорить. Если вы докажете, что это ваше блюдо, но не воздушными эфемерными умозаключениями, а научными фактами, исходя из языка, исследований этнических, этнографических, этнологических, не знаю, культурологических, языковедческих, исторических, технологических, ведь это не просто так доказывается, и мы не против, чтобы вы готовили наше блюдо на здоровье, но автор, не забывайте, авторские права должны быть защищены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова